Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моя мать была очень жестока ко мне в детстве, она меня униженно оскорбляла и обижала, а также предавала. Вся её недовлетворённость жизни вливалась на меня. Что ж, это нам говорит о наличии у вас довольно серьёзных обид и травм, связанных с детством. Вот. С этим, конечно, нужно работать, травмы нужно проживать, а отношения к себе и к матери само собой желательно менять. Делается это постепенно. Делается это посредством психотерапии и подробных разборов и подробного проживания ваших различных эпизодов в жизни. Ну, в частности, например, речь идёт о том, что вы в определённых аспектах чувствуете себя ребёнком, хотя по факту вы уже не ребёнок, да, а по факту вы уже взрослый человек. Ну и так далее, всё вот примерно в таком духе. Дальше. Оглядываясь на судьбы других людей уже на взрослом возрасте, я замечаю, что у мамы не было всё так плохо. Но это вы скорее здесь стараетесь её принизить. Вот. Может быть, это имело бы какое-то основание, да, то есть, ну, то есть, может быть, в этом нет ничего-то особенно плохого в вашем желании её принизить. Но если можно вот её принизить, да, то принизить её, конечно, лучше всё-таки, наверное, в рамках снижения значимости и важности её для вас. А нет, так как это вы делаете сейчас, просто сравнивая, вот, ну, с какой-то такой вот некой абстрактной, да, планкой качества жизни, вот, говоря о том, что у неё не всё так плохо. Моя родная бабушка, то есть, мама моей матери, оставивая квартиру, которая сама заработала, уехала жить в неудобство в деревне, где сошёл огород и выращивала скотт для дочери и её детей. Ну, предполагается здесь, что у вашей мамы не только вы дочери, да, есть ещё ребёнок, а, соответственно, разыгрывая брат, общается с вами со своим братом и сестру, вот. Что касается бабушки, то, как бы там ни, как бы там ни было, это, на мой взгляд, решение бабушки, это бабушкино решение было уехать вот туда, куда она уехала, в деревню, например, вот. Вот, и вы, судя по, ну, судя по вашей, судя по настроению, вы хотите это как-то вот в вину вменить вашей маме, вот, что она так, ну, что она так, что она так сделала, вот. Ну, на мой взгляд, вы можете, конечно, это сделать, безусловно, можете, вот, но, а что изменится, вот. Ну, то есть, то есть, то есть, то есть, ну, то есть, буквально, что, что изменится, то, что вы, вот, ну, обвините, обвините свою маму, да, вот, в том, что бабушка, да, что-то сделала, вот. Что вы получите, опять, для себя, я имею ввиду, вот, кроме обиды, вот, на неё, и, вероятно, что, ну, число вины перед бабушкой, опять же, вот. То есть, это вот, в данном случае, то, на что нужно обратить, обратить вам своё внимание, это именно на то, на то, что, вот, такое чувство, что очень много мамы и бабушки присутствуют в вашей жизни, вот. Что самостоятельно, как бы, вот, именно самостоятельно вы, по жизни, по своей, как будто, как будто бы не идёт, не идёт, вот. Но, опять же, могу ошибаться, да, в случае. Так, когда бабушка приезжала домой, её дочь её устраивала скандалы, были даже браки, а также запреты на общение со мной. Ну, здесь, в данном случае, конечно, речь идёт о травмированности вашей, это понятно, вот. О том, что вся эта ситуация вас травмировала, но, в то же время, это, речь идёт об идеализации бабушки и идеализации мамы. То есть, бабушка-мышеница, а мама-злодейка, получается. И, соответственно, в этом вы, как-то вот, ну, реализуете, можно сказать, свои чувства, определённые, определённые свои чувства вы в этом реализуете, конечно. Но, опять же, проживаете их, на мой взгляд, ну, вот, через кого-то, да, то есть, не через, не напрямую, да, а через кого-то. То есть, вот, через, например, бабушку, то есть, вот, там, допустим, жалей бабушку, вы жалеете себя, например. Например, вот, или, там, обвиняя маму, да, ну, вот, в том, что она, там, сделала, да, допустим. А вы, значит, даёте себе право на что-то. Ну, вот. Мать довела скандалами и бабуями свою мать до того, что ты случился инсульт. Ну, опять же, вы, в данном случае, как бы, всё ответственность возлагаете на мать, вот. Ваша бабушка, она прекрасно, прекрасно знала, да, какой ваша мама человек и, странно, приезжала. Странно приезжала, вот. То есть, это уже был, вот, в известной степени её выбор, её решение. Вот. И, соответственно, за это решение она, за этот выбор, за это решение, я думаю, что ответственность несёт только сама бабушка. Вот. И я думаю, что совершенно справедливо, да, что её инсульт – это следствие её действий, вот, её невозможность, нежелание, может быть, как-то о себе заботиться. Вот. Ну, потому что о себе нужно заботиться, потому что забота о себе – это, в первую очередь, ответственность её. Вот. Это не ответственность маме, например, готова, которая, допустим, там, ну, заботится там, допустим, только о самой себе силу, силу ряда обстоятельств каких-то. Так. А после инсульта бабушка переехала в свою квартиру, так как не смогла больше жить в деревне, а после происходили обратительные вещи. Мама хотела скорее отправить на тот свет свою маму, она также продолжала поднимать руку на свою мать и устраивала скандалы бабушке-инвалиду. Но, опять же, вы, вот, тут, вот, эмммм, переживаете. Сильно ещё правильно заступает, оп, заступает в бабочку. Вот. Вскоре мама уехала бороться, устала бороться с квартирой, уехала жить, в первую очередь, в машину, в машине. Когда я выросла, то уехала учиться и жить в другой город, где нахожусь по сей день. Недавно узнала о смерти бабушки. Квартира не приватизированная, поэтому её, к сожалению, мне, получается, не получится продать или разделить. Так вы, сейчас я остался одна с маленьким ребёнком на руках, и нам сложно. Ну, давайте разбираться, как вы вообще во всём этом себя чувствуете. Какое переживание вы выделяете в преде всего? Расхождение с отцом ребёнка. Оставание в одиночестве. Ну, то есть, вот, то, что вы одна сейчас с ребёнком, да? Смерть, например, бабушки. Вот. То есть, вот, что здесь вы можете сами выделить. Потому что это, ну, в принципе, может быть травматично. Вот. Но у того, что вы, значит, раздались с мужчиной, вот. Да? Ну, как-то вот не построили с ним отношения. Вот, вот, не вышло это сделать. Здесь, конечно, нужно разбираться с этим. Потому что, на мой взгляд, у этого есть причины. Вот. У этого есть причины, нужно их разбираться. Если разобраться за причины и подкорректировать, то, я думаю, что вы можете построить отношения с мужчиной, другим. И, в этом смысле, у вас будет всё хорошо. Вот. Так что, такой момент. Моментом является то, что вы говорите, так вышло. Вот. Тоже это несколько смущает, честно говоря, что вы так пишете, вот, так вышло. Ну, не так вышло. А ваши действия, ваши действия привели к тому, что так встало. Вот. Другой вопрос, что это за действия, которые к этому привели. Вот это вот очень интересный момент. На мой взгляд, на который нужно обратить вам свое, конечно, внимание. Да? Дальше. Так, значит, переезд в квартиру бабушки помог бы сэкономить нам деньги на всем жильям. Мне периодически, мать периодически планирует переезжать в эту квартиру, а возможно она там будет жить на пенсии, которая не за горами. У меня очень страшно, я боюсь за свою жизнь, и жизнь своей дочери. Мать жестокий, и циничный человек. Родинка, она готова поймать, да могла довезти за нас. Дочери, никто не заступится. Мы совершенно одни. У меня очень страшно. Я не знал, как быть, как защитить себя от матери. Ну, во-первых, работать с твоей уверенностью с твоими личными границами и травмами, чтобы вести себя с мамой как угрозный человек. Это во-первых. Во-вторых, ну, совершенно очевидно, что с мамой жить вам не надо. Значит, нужно искать другие варианты. Вот. Вы сейчас всегда, такое ощущение, загоняете его в лавочку. Вот. Такое ощущение, что вы себя сами загоняете в какое-то безвыходное абсолютно положение. Я думаю, что это не случайно. Я думаю, это связано с тем, что так действует ваш сценарий. Вот. Поэтому нужно с этим работать. Вот. Искать. Искать варианты необходимые. Вот. И, соответственно, если эти варианты искать, вот, то я более чем уверен, что, ну, что решение найдутся. Вот. Я более чем в этом уверен. Но решение, конечно, вполне может быть непростые. Вот. Решение вполне может быть легкие. Вот. Но решение важно. Потому что вы ответственны сейчас не только за себя, да, но и за, получается, своего ребенка. Вот. Вот. Который находится, соответственно, на помещении ребенка. А сколько-нибудь такой вот, ну, травмирующего достаточно ситуации не является чем-то хорошим. Вот. Вот. Поэтому, такая вот история. Защитить себя от мамы более чем возможно, более чем реально, но это не отменяет каких-то, ну, физических моментов. Поэтому это не влияет, а, не отменяет ее влияние на ребенка. Вот. Вот. Поэтому у вас в данном случае, вот, эм, так называемая психологическая игра тупик работает. Вот. И вы, как бы, чувствуете себя, вот, что называется, в тупике. Про игру почитайте. Вот. Она есть, эта игра, в смысле, в интернете. Вот. Почитайте обязательно про эту игру. Вот. Я думаю, что вам это будет полезно. Как минимум, вам это будет полезно. Вот. Как максимум, вы сможете увидеть, вот, свои определенные паттерны, поведенческие. Вот. Значит, которые приводят, собственно говоря, к тому, как сейчас вы себя видите, чувствуете и ощущаете. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Буду вам благодарен существенно за обратную связь по моему ответу. Вот. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Вот. Позволит вам сформулировать то, над чем вы прямо сейчас хотите поработать. Вот. Прямо в эту минуту, что вас тревожит, что беспокоит, чего вы боитесь. Ну вот. И насколько этот страх оправдан. У нас очевидно, что, к примеру, если в вашей жизни что-то угрожает прямо, то подвергать опасности вашей жизни ради, например, экономных денег, ну вот насколько для вас это приемлемо. Вот. Тяжие деньги я не считаю, но вот стоит ли ваша жизнь, да, и здоровье, и вашего ребенка, жизнь и здоровье, стоят ли они тех денег, которые вы сэкономили. Вот. Решат этот вопрос вам, поэтому, если, если будут какие-то затруднения, вот как раз, как раз, то в этом случае обращайтесь к психологу и заодно, вот обязательно, 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 вот обратную связь. По моему ответу, да, для того, чтобы мы увидели, в каком направлении вы сами хотели бы двигаться. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Спасибо.